Ну что, самый странный контент начинается. Всем привет! Ну вот, всех с наступившими праздниками, то есть с наступившим Новым Годом. А, да! Огромное спасибо всем за поздравления во всех видах. Спасибо большое! Вы прям все сделали мой Новый Год. Искренне, искренне, искренне благодарю. Так, почему я сегодня на катке? Видите, вон, 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 езжу в этих... Вчера. У нас, во-первых, тепло. Во-вторых, все знают, что мне предстоит операция. Интересно, как все работает. Вот. А, соответственно, уже явно ни с какими трубочками, стичками, без ститек я уже не выползу на каток. И у нас, видите, какой романтичный снег валит. И реально не холодно. У меня даже нос не красный еще. Вот. Все-таки вчера я решила, дошла до стадии изучения уже не нашей литературы, а всякой англоязычной по поводу нейропатии. Потому что нашу я уже давно перелопатила. Но все-таки интересно, когда же ноги пройдут. В общем, дофига статистики. Ничего интересного. И все равно все сходятся. То есть, естественно, везде нейромультивит, везде мельгамма. Но, опять-таки, нигде не нашла чистого такого безапелляционного подтверждения, что онкобольным именно она прям показана. Вся эта гамма витамина В. И основное лечение всего этого, это, естественно, как и сказали оба, онколога, и химик, и онколог в поликлинике, пейте обезболы. То есть, от антов, по большому счету, вплоть до эпиоидов. Именно от нейропатии назначают. Шансы, что она когда-нибудь пройдет, около 80. Ну, а вот 20, что не пройдет никогда. Да. Ну, по крайней мере, 10 точно. Это, скажем так, общие все сведения. Ну что, я сегодня халявного, скажем, как я их называю, инвалидский китанул. Две штуки выпила. Думаю, надо попробовать. Ну, короче говоря, ноги-то больно. Но так как группа поддержки... Я пошла с младшим сыном, поехали мы. И с его другом. Мы прямо здесь у нас в поселке катаемся. То есть, я могу себе позволить и только 15 минут кататься, потому что мы не истратили на это дофига времени ехать. У нас от дома, чтобы понимание было, вот самые далекие елки, это уже наш дом. Если так по прямой. То есть, это очень близко. Что еще рассказать? А, ну и, естественно, входит в лечение антидепрессантов. Причем достаточно сильное. Ну, я лично ноги не собираюсь, руки лечить антидепрессантами. Вот все, что я раскопала по нейропатии. Естественно, я пью тектовую кислоту. Естественно, я пью магний. То есть, все как это. Онкологи мне сказали, где взять запасной желудок для того, чтобы пить постоянное бейсболы. Это чисто эксперимент. Короче, бейсболы, если кто не пьет, то и не пейте. На ноги совершенно не помогает. У меня в прошлый раз, когда я экспериментировала после совета химика с этим скетанолом, в общем, такой понос бывает, что не рекомендую. Ну вот, сейчас еще покатаюсь чуть-чуть. И, наверное, все, можно переобуваться, переодеваться. Вон мои эти. Даже лед чуть-чуть чистят сопровождающие, катающиеся. Неохота мне переключаться, поэтому вот так покажу. А, кстати, вот эту парочку, помните? Я с ней в монастырь-то и как раз с этой парочкой ездила. Вот. Если еще придумаю, что рассказать, продолжим. Поворачивай! Поворачивай! Ну что, отчитываюсь. Накатались. Что, ноги не подействовало в китанол, но кататься оказалось все-таки чуть-чуть легче, чем ходить. А стоять на коньках вообще прикольно. Вот. Ноги замерзли. Не знаю. У меня, в принципе, тут шерстяные носки, но непонятно. В общем, удовольствие я получила. А главное, крыжик поставлен. Этой зимой я каталась. Даже до трубочек успела. Так, ну, вроде выжила я. Более-менее после этих всех покатушек. Левая нога болела. Ну, суть. Не проэкспериментировала, скажем так. Я, наверное, судя по всему за всех. Обезболивающее не помогает. Желудок от него крутит. Верьте. Это, в общем, ничего хорошего для лечения нейропатии. Это не несет. Хотя, если посмотрите, это реально все. Официальные там таблицы, официальные методы лечения. Ладно. Сейчас у меня к вам серьезный вопрос. Девочки в основном. Мальчики. Потому что вряд ли проходили эту процедуру. Так как у меня операция будет с правой стороны. Правая рука будет задета. Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, что я смогу делать в ближайшее время, что нет. То есть, интересует. Могу ли я сама себе постельное белье менять? Ну, гипотетически. Я понимаю, там как бы по-разному будет с лимфоузлами. По-разному будет с рукой. Но, скажем так, в самом легком случае, в самом нормальном будем брать, в самый нормальный случай, хороший исход. То есть, мне хотя бы как-то надо понимать, смогу ли я что-то вообще там, посуду мыть за собой. Я имею в виду, что не эти, не сковородки там, кастрюли в промышленных масштабах. Вчера я что-то сполошилась, такая, друг. Ну, в общем, до полчетвертого я делала себе маникюр, педикюр переделала. Могу ли, на самом деле, я же делаю сама себе гель-лак. То есть, могу ли я это делать? Смогу ли я правой рукой нормально работать? Именно, опять-таки, в хорошем исходе. Ну, такие вот жизненные мелочи, которые сейчас не замечаешь. То есть, напишите, или что надо заранее делать. Это у меня тут свервет в голове, что надо холодильник помыть. А стоять-то мне все равно, ну, в общем, короче говоря, неохота мне. Не то, что сам по себе холодильник помыть, а именно то, что начинать. Там же не бросишь это на середине пути. Ну, и вот мне тут на Яндекс.Дзене там дама меня насобирала. Очень хорошо в больницу. Прям такие полезные советы, что я даже бы не подумала взять. Вот, и именно меня тоже интересует, как бы это, что лучше дома сделать заранее. По крайней мере, ну, на ближайшие, не на всю жизнь, естественно, на ближайшие, там, две недели или сколько. Ну, и еще раз вам хороших выходных. Надеюсь, всех все радует. Давайте, до встречи.